Дорогие друзья, канал Утка Геймс уже несколько лет разбирает футбольные матчи. На данный момент это один из лучших телеграм-каналов в сфере беттинга. Канал делает упор на бесплатные прогнозы, а самое главное, что он побеждает. Поэтому переходите по ссылке в описании, подписывайтесь и забирайте бесплатный прогноз. Барселона победила с разницей в два гола впервые с 19 сентября. 16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании. Ему принадлежат рекорды в Ла Лиге, сборной Испании и отборах к Евро. Ювентус не проигрывает 16 матчей подряд. 13 побед и 3 ничьих сентября. Аллегри провел 400-й матч во главе Юве. Больше только у Липи 405 и Тропотони 596. Бавария арендовала Эрика Дайера у Тоттенхэма с опцией выкупа. Дайер выступал за Тоттенхэм с 2014 года. Тоттенхэм купил Дрэгушена за 30 миллионов евро. Контракт с защитником подписан до 2030 года. Баруси арендовала Санчо у Юнайтед до конца сезона. Дортмунд продал Вингера Монкунианцам за 85 миллионов евро в 2021. Севилья ближе к подписанию Мишбри, чем Эвертон, несмотря на желание Эмью оставить хавбэка в АПЛ. Директор испанцев Орта хотел подписать игрока в августе. Пресс-служба лондонского Челси официально объявила о возвращении африканского форварда Давида Фофана. Наполи предложит новый трудовой договор вингеру Матео Политано. Такими данными поделился инсайдер Фабрицио Романо. Сербский хавбэк Неманья Матич близок к уходу из Рена. По информации в социальных сетях журналиста Николы Скиры, новым местом работы игрока будет Леон. Младший сын Зинедина Зидана, Эльяс Зидан, решил покинуть мадридский Реал в направлении Бетиса. Нападающий Ювентуса Мойзе Кин попал в сферу интересов Рена. Руководство старой сеньоры готово отправить 23-летнего футболиста в арендум за регулярной игровой практикой. Правый защитник Галатасарая Саша Боэ заинтересовал Баварию. Приоритетной целью Мюнхесов остается Норди Микуэли, но в случае неудачного исхода переговоров по футболисту ПСЖ Гранд Бундеслиги готов переключиться на Боэ. Нападающий мадридского атлетику Ангель Корреа может переехать в Саудовскую Аравию. Аргентинский футболист ранее был готов покинуть ряды матрасников из-за нехватки игровой практики. Центральный защитник мадридского атлетика Чаглар Сиэнджу продолжает привлекать интерес со стороны различных клубов. Матрасники готовы продать турецкого футболиста, так как тот не проходит в основной состав. Арсенал в зимнее трансферное окно попытается подписать полузащитника Реалса Седат Мартина Субименди. Лондонский клуб готов предложить испанской команде 57 миллионов евро. Полузащитник итальянского Милана Раде Крунич перейдет в турецкий Фенербахче, сообщает Фабрицио Романо. Форвард лондонского арсенала Габриэль Жизу свернулся к тренировкам. Как сообщается, травма колена у бразильца, которую он получил накануне матча Кубка футбольных ассоциаций Англии против Ливерпуля, оказалась несерьезной. Главный тренер Лиона Пьер Саш останется во главе команды до конца сезона, сообщается на официальном сайте французского клуба. Челси определился с ценой, за которую будет готов расстаться с полузащитником Коннором Галлахером в зимнее трансферное окно. В этом сезоне 23-летний Галлахер является твердым игроком стартового состава Челси, и главный тренер синих Маурисио Почеттино уже неоднократно говорил, что не хочет терять Коннора. Однако Челси находится под давлением из-за правил финансового фэрплей, а Галлахер уже вступил в заключительные 18 месяцев по своему контракту. Как сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс, Челси не ищет активного покупателя на Галлахера и не подталкивает Коннора к уходу из клуба, но при этом по-прежнему открыт предложением насчет своего воспитанника. Если до продажи Галлахера все же дойдет, Челси рассчитывает получить гарантированную сумму в размере 45 миллионов фунтов. А с учетом бонусов, общая сумма сделки в размере 60 миллионов фунтов была бы приемлемой для синих. Интерес к Галлахеру сохраняет Тоттенхем, однако прошлым летом шпоры отказались платить свыше 35 миллионов фунтов. Арсенал обдумывает приобретение нападающего Болони Джошуа Зиркзе в январе. Нападение остается одной из наиболее проблемных зон в Арсенале, особенно учитывая неясные перспективы Эдин Кетти и недавнюю травму Габриэля Жезуса. Идеальной целью для Арсенала среди нападающих выглядит Айвен Тауни из Брэндфорда, однако канониры, потратив свыше 200 миллионов фунтов прошлым летом, не смогут позволить себе столь крупное приобретение в январе без продаж. Более реалистичным вариантом для Арсенала выглядит Зиркзе, который забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 22 матчах этого сезона за Болонию. Зиркзе обладает внушительными физическими данными, и как раз такого игрока не хватает команде Микеле Артете впереди. Однако Болония готова попросить за 22-летнего голландца около 50 миллионов фунтов, сообщает The Telegraph. Нью-Касл может быть вынужден продать своих ведущих игроков после того, как клуб Сэм Джеймс Парк отчитался об убытке в 73 миллиона фунтов за прошлый сезон. В лице Суверенного фонда Саудовской Аравии Нью-Касл обладает одним из богатейших владельцев футбольных клубов во всем мире, однако правила финансового фэрплей сдерживают инвестиции в Сарок. В период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 Нью-Касл заработал 250 миллионов фунтов, на 70 миллионов фунтов больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Однако итоговый баланс после вычета налогов оказался отрицательным. А если учесть предыдущий сезон, то убыток Нью-Касл за два последних года превышает 150 миллионов фунтов. При этом лимит убытка в Премьер-лиге за трехлетний период составляет только 105 миллионов фунтов. Как утверждает The Independent, в сложившейся ситуации Нью-Касл вынужден задуматься о продаже своих лучших игроков, включая Свена Ботмана, Льюиса Майли, Шона Лонгстаффа, Александра Исака, Бруно Геймараеса. Контракт последнего предусматривает отступные в размере 100 миллионов фунтов. Челси рассматривает нападающего Эвана Фергюсона в качестве своей долгосрочной трансферной цели. Только прошлым летом Челси приобрел у Брайтона за рекордный для всей Премьер-лиги 115 миллионов фунтов полузащитника Мойзеса Кайсада, еще 25 миллионов фунтов заплатив чайкам за галкипера Роберта Санчеса. По информации Evening Standard, Челси уже определил следующего игрока, которого бы хотел переманить из Брайтона в одно из ближайших трансферных окон. Речь идет о Фергюсоне, который только делает свои первые шаги в профессиональном футболе, но которым еще прошлым летом заинтересовались Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. Фергюсон лишь в ноябре заключил новый контракт, связав свое будущее с Брайтоном до 2029-го, и продажа 19-летнего ирландца может принести чайкам свыше 100 миллионов фунтов. Юный Фергюсон, забивший 6 голов в 24 матчах этого сезона, идеально соответствует трансферной стратегии Челси, а вдобавок имеет гораздо более скромные аппетиты по зарплате, нежели Виктор Осиман или Айвен Тони, которые бы потребовали от синих свыше 200 тысяч фунтов в неделю. Бавария заинтересована в трансфере защитника Барселоны Рональда Арауха. Как заявил каталонский журналист Сикер Адригес в программе Эль Бар, спортивному директору Барса сообщили, что мюнхенский клуб готов заплатить 100 миллионов евро за уругвайца уже этой зимой. Отмечается, что Арауха хочет остаться, Деку и спортивный департамент тоже хотят сохранить футболиста, а финансовый отдел выступает за продажу уругвайца. Действующий контракт Арауха с Барсы рассчитан до июня 2026, при этом его зарплата одна из самых низких в команде. Форвард Энтони Марсиаль, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом рапортует журналисты Футбол Италия. По данным источника, в трансфере французского нападающего заинтересован миланский Интер. Нерадзури готовы подписать игрока летом, когда Энтони станет свободным агентом. Трудовой договор Марсиали с Красными Дьяволами истекает в конце июня. Игрок выступает за Манкунианский грант с 2015 года. Тогда Юнайтед приобрел нападающего у Монако за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне Марсиаль провел 19 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Ливерпуль намерен в скором времени обсудить дальнейшее сотрудничество с тремя ведущими футболистами. Речь идет о Мохаммеде Салахе, Вирджиле Ван Деке и Тренте Александре Арнольде. Действующие договоры всех трех звезд красных рассчитаны до середины 2025. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, по ходу 2023 года Ливерпуль не вступал в переговоры ни с кем из вышеуказанных игроков, несмотря на появлявшиеся в СМИ слухи. Решение данного вопроса запланировано на текущий год и уже вскоре, как ожидается, стороны начнут диалог.